Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. От рапсовых полей до фирменной этикетки. В городе обсудили развитие масложировой отрасли. Мы можем, ну, большим дутредием сказать, что достигнуты очень хорошие результаты. В чем перспектива местных производств? К росе того не стоит. С начала года в стране от удара током пострадало три рыбака. Особое внимание уделить отсутствию проводов над головой. Улов дороже жизни. От географа до лингвиста. Школу с отличием окончили 50 бавручан. Вот если что-то у человека получается, я считаю, то надо это пробовать и развивать в себе. Куда держат путь абитуриенты? А также белорусская вакцина, дорожный патруль и дополнительный бонус. Торговые сети продлевают 10-процентную скидку до конца года. Какие товары можно купить дешевле? Президент принял с докладом двух министров здравоохранения и образования. На встрече также присутствовали ректор БГУ и декан биологического факультета ВУЗа. Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с подходами к организации вступительных испытаний ВУЗа на будущее. 14 июня стартовало централизованное тестирование. В этом году на него записались почти 62 тысячи абитуриентов. Уже сдан белорусский, сейчас тесты решают по-русскому. Меня эта проблема постоянно волнует. Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько она соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в ВУЗы. Откровенно скажу, пока я критически отношусь к этой организации вступительных испытаний наших молодых людей, но и в централизованном тестировании мы видим это, есть очень много положительного. Вот что делать на сегодняшний день? Это последний год, когда мы должны дать ответ на этот вопрос. На встрече также была анонсирована приятная новость для работников здравоохранения в преддверии профессионального праздника. Повышение зарплат могут ждать все медики. В ближайшее время примут документ, который закрепит указания президента. Бобруйские вундеркинды. В городе школу с отличием окончили 50 выпускников. Своё будущее ребята видят в разных сферах, будь то география, лингвистика или литература. Одни уже поступили в ВУЗы благодаря Олимпиадам, другие только в процессе сдачи ЦТ. К кропотливым труде и больших надеждах Ольга Васенда. На данной точке находится город Минск. Здесь погаса наша страна, она находится в пределах западной европейской равнины. Павел Василевский мечтает объехать все уголки Синеокой. Изучать страны, делать метеорологические прогнозы, выдвигать и проверять гипотезы. Пока остальные сдают ЦТ, будущий географ, в предвкушении учёбы в лучшем белорусском ВУЗе. В БГУ его зачислили без экзаменов за победу в Республиканской Олимпиаде. Специальность – геоинформационные системы. Это люди, которые занимаются переносом данных из бумаги в цифровое пространство. И это всё будет неразрывно связано с географией. То есть любые статистические данные, навигаторы, карты, неразрывная связь с нашим ГИСМЕТИО. ГИСМЕТИО – невероятное оборудование, невероятные перспективы, и я бы хотел в этом развиваться. Потому что есть, ну не то чтобы талант, есть просто желание, есть что-то получается. Вот если что-то у человека получается, я считаю, то надо это пробовать и развивать в себе. Школу с золотой медалью окончила и Виолетта Ермолович. К поступлению в лингвистический выпускница второй гимназии готовится более чем ответственно. Штудирует литературу по английскому и русскому. Средний балл – 9,9. До десятки не дотянули только математика и физика. Добиться такого успеха мне в первую очередь помог мой дедушка, потому что он когда-то мне сказал то, что я получу золотую медаль, но на тот момент я еще этому не верила. И в итоге так получилось. Я просто верила в себя, шла вперед, меня поддерживали мои родители, друзья. И я просто пыталась добиться эту цель, у меня все получилось. Преступление и наказание. Анна Каренина, Война и мир, Мастер и Маргарита и Капитанская дочка. Обсуждать персонажей классиков Дарья Савко, кажется, готова вечность. В аттестате выпускницы 27-й школы 10 баллов не только по русской литературе. Других отметок там просто-напросто нет. Изучать с легкостью любой предмет, уверена, девушка позволяет исключительно тяга к знаниям. Мне кажется, совсем недавно мы фотографировались на 1 сентября. Все только начиналось, и просто очень быстро все пролетело в этот год особенно. Точно знаю, что буду связывать будущее с языками, наверное. Языки, история, общество, ведение. Золотую медаль присваивают ученикам, у которых за 10-й и 11-й класс отметки по всем предметам не ниже девятки. Исключение – физкультура, допризывная и медицинская подготовка, плюс примерное поведение. А экзамены должны быть сданы на 9-10. В 2022-м школу с отличием в Бобруйске окончили 50 вундеркиндов. В масштабах области – 377. Доступная карта, актуальная акция и купальный сезон. В Беларуси за прошлую неделю утонуло 30 человек. Как себя уберечь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первую линию для производства опытно-промышленной партии отечественной вакцины от COVID-19 практически достроили. Разработкой занимаются подведомственные Минздраву и нам Беларусь организации. Ранние экспериментальные образцы прошли предварительные испытания. Препарат показал свою эффективность и безопасность. Торговые сети продлевают 10-процентную скидку на социально значимые товары до конца года. Инициативу поддержали 17 компаний. Приобрести дешевле мясо, хлеб, молоко и овощи могут пенсионеры многодетные и течеи доходы в месяц меньше бюджета прожиточного минимума. Белавиа ввела онлайн-платежи по картам МИР. Главный плюс в том, что если наши банки отключают от SWIFT, кредиткой все равно можно будет пользоваться как в Беларуси, так и в других странах. Пассажирам сейчас также доступны системы Visa, MasterCard и Belcard. ГАИ на выходных усилит контроль. Акцент на ряда ДПС делают на бесправников и нетрезвых водителей. Госавтоинспекция призывает очевидцев сообщать в милицию о нахождении в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов или велосипедистов. В Беларуси за прошлую неделю утонули 30 человек. В первый день лета 42. Среди них три ребенка. Основная причина – беспечность, алкоголь и несанкционированные пляжи. Спасатели напоминают, плавать можно только в специально оборудованных местах. Особое внимание нужно уделить детской безопасности. Продукт номер один. В Бобруйске обсудили развитие масложировой отрасли и импортозамещение продукции. Руководители предприятия посетили рапсовые поля СПК «Гигант» и ознакомились с производством завода растительных масел. О перспективах и достижениях Карина Гуревич. Бескрайние поля рапса – одна из гордостей СПК «Гигант». Подозимую культуру здесь отведено больше 600 гектаров. Руководители масложировой отрасли знакомятся с технологиями посева, отмечают качество местного зерна. Делятся и собственными достижениями и наработками. В том году посели, а в этом уже семена получим. Грубовара использовали сорта, это вот буян, как бы это для целей грубовара, который в последующем можно на реализацию, на продажу сделать. Это будет супер, это элита. Следующая локация – завод растительных масел. Предприятие выбрано не случайно. Оно старейшее в отрасли и единственное в стране, способное с минимальными производственными потерями и себестоимостью перерабатывать рапс. В год бобруйский бренд способен выпускать до 22 тысяч тонн качественного продукта, без ГМО и консервантов. В ассортименте 20 наименований. Особое внимание – цеху розлива. Цех относительно новый. В 2014 году его сдали в эксплуатацию. Он не набирал обороты. Практически только теперь мы вышли на проектную мощность этого цеха. Мощность всего 70 тонн в сутки, 2100 тонн в месяц мы выпускаем дезинтерированное масло. Это разное масло, это подсолнечное, это рапсовое масло. Собственная ПЭТ-выдувная установка позволяет фасовать масло в тару различной емкости. Производительность – 3000 единиц в час. Натуральность товара гарантирует регулярный покупательский спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках. За 2021 экспорт вырос на 45% и составил 8 миллионов долларов. Определённые инвестиционные идеи, которые присутствуют, мы уже их озвучили. Первое и самое важное – это дальнейшая глубокая переработка масла семян рапса с целью получения большего выхода масла. Это новые технологии. Одно из тех направлений, которые было ещё со всеми данными, по нашим меркам, примерно лет 20, совершенно новая тематика – это рапс и продукты рапса переработки. То сегодня мы можем с большим удовлетворением сказать, что достигнуты очень хорошие результаты, как и в селекции новых сортов. Сегодня примерно более 70% рапса – это белорусские сорта. После знакомства с производством переходит к обсуждению основная тема встречи руководителей предприятий и представителей Белгоспищепрома – развитие масложировой отрасли и импортозамещение продукции. Задача на перспективу – создать ресурс для различных сфер – от фастфуда до кондитерской. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Разряд 110 тысяч вольт. С начала года в стране от удара током у водоёма пострадало три человека. Один из случаев произошёл в Бобруйске неделю назад. Пенсионер ловил рыбу прямо под линиями электропередач, буквально в нескольких метрах от предупреждающей таблички. Мужчина поднёс удочку на недопустимое расстояние к лэп проводам и получил травму. Одежда на нём загорелась, а удилище превратилось в лохмоте. Рыбак находится в тяжёлом состоянии. Выбирая место для лова, особое внимание уделите отсутствию проводов над головой и вблизи вас. Для организма человека первое, что может быть, это сильнейшие ожоги, изменение химического состава крови, электроэлист крови и дефибрилляция сердца. Современные удочки, как правило, что говорят, они не проводят ток, это всё миф. Они на самом деле проводят ток. На фирменных удочках даже есть знаки. Ни в коем случае нельзя приходить с поднятой вверх, разложенной удочкой под лэп. При касании проводов и даже при приближении на недопустимое расстояние, под действие тока попадает не только сам человек, но и находящийся рядом. За этот же период 2021-го произошло два подобных случая. Причём один из пострадавших, ребёнок младше 12-ти. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА